Витебская область заняла другое место в споборницах за 10 лет. Витебская область заняла другое место в споборницах за 10 лет. Витебская область заняла другое место в споборницах за 10 лет. Витебская область заняла другое место в споборницах за 10 лет. Витебская область заняла другое место в споборницах за 10 лет. За 5 лет индекс промышленного производства составил 122% к уровню 2010 года. Экспорт возрос на 58% товаров, услуг на 78%. И должен отметить, что за 5 лет мы получили положительное сальдо в торговле товарами и услугами в совокупности почти 3,5 миллиарда долларов. Большинство наших предприятий, организаций, трудовых коллективов, бизнесменов внесли свою лепту в получение этого общего результата. У керованни агропромышленным комплексом начались кардинальные изменения. Экстенсивный шлях развития изменился интенсивным. Началась диктатура технологий. Мы 5 лет тому назад, даже в мыслях не было, что мы могли готовить корма первого класса, только первого класса. Мы не могли мечтать о том, чтобы мы могли сегодня с товарностью 92% продавать 6,5-7 тысяч литров молока. А здесь уже в нашем районе, в нашем районе уже 5 хозяйств, которые сегодня дуют 20 литров молока в сутки. В том числе и наше хозяйство. Разом с экономичными показчиками до непознавальности изменилось и изнешнее обличие регионам. Про поспехи и розквит Витебской области говорят не только личбы, а и люди. Город хорошеет на глазах. Каждый раз что-то изменяется. Восстанавливаются памятники. Вот, например, памятник князю Альгерду. Площадь тысячелетия становится все краше. Появляется очень много мест для молодежи, где можно отдохнуть. И вообще город изменяется. Мои знакомые, которые приезжают каждый год, они всегда с удовольствием приезжают и замечают, что что-то у нас изменилось в лучшую сторону. Туристичный поток у полночную столицу постоянно повеличивается. Замежных громадян притягивая прыгожий город, выдатная инфраструктура, доступные цены и гостиность белорусов. Я уже много раз бывал в вашем прекрасном Витебске. И каждый раз, находясь здесь, очень надеюсь, что это не в последний раз ваш город развивается, растет и хорошеет. Не смотря на успехи, сегодня в Витебской области по-ранейшему есть над чем працовать. Задачи программы социально-экономичного развития по ночной регион выполнены в непростых экономических умовах. От сюльни до працовки на месяцах ликвидовать недохопы минулой пятигодки у промысловости, сельской господарцы, будовництве и адукации за разголовная задача Прыдвинского края. Артур Смоляку, Олег Чарняк, Новины, Витебск. Официйное открытие обновленной дожки гонору пройдет по час проведения пятого Усебелорусского народного схода. Витебскую область нам проставить 350 делегатов с разных кутков регионов. Клопот про человека, повышение добробытую якости життя Беларусу. Таким, Яны Баши, шлях развития краины. Отповедную резолюцию у дельники Веши приняли на областном сходе. В документе прописано, что все задачи, поставленные на пять год, выконаны. Это подтверждаются и основные покажки социально-экономичного развития. Задача стояла и в той педагоге сегодня это улучшение благосостояния наших людей. Это самая главная задача. А уже как решать эту задачу? Конечно, будем общаться между коллегами, будем определяться. Потому что у нашего региона, конечно, есть своя специфика. И об этом бы хотелось сказать и с трибуны в городе Минске, чтобы об этом подчеркнуть. Ну и, конечно, хотелось бы услышать хороший положительный опыт, поделиться своим. Для того, чтобы действительно еще раз показать, что и у нас есть потенциал, и потенциал неиспользованный. У нас есть неиспользованные возможности, которые надо еще использовать. Молодежь – это база для государства, для его развития. И поэтому хотелось бы, чтобы все молодые специалисты, которые выходят с университетов, они имели свое первое рабочее место. Чтобы они все были обеспечены рабочим местом и, конечно же, жильем. Чтобы все были гарантией того, чтобы можно было работать, делать карьеру на своем рабочем месте. Нас интересуют вопросы развития села, у нас район сельскохозяйственного, политика, проводимая нашим государством. В прошлой пятилетке было как раз связано с этим. И мне хотелось бы узнать, а что же будет в следующем пятилетии, поскольку район сельскохозяйственный. Хотели бы услышать здесь. Чего нам ждать, в каком направлении работать. Пятый Усебеларусский сход пройдет 22 и 23 червеня в Минске. Витебске облаконкам и районные выконавшие комитеты завтра проведут шарговые промые и телефонные линии. На промой услуге жахарами по уношенному региону выйдет старшиня облаконкам и Миколай Шарсню. Потелефоновать можно с 9 до 12 годин по номеру 8 0212 22 22 22. На промой линии будут спрацовать специалисты ЖКГ, охоты здоровья, адукации, социальной обороны, чтобы сразу выращать вопросы и проблемы, с которыми вернутся граждане. Накольки эффективны такие диалоги доведовся Виктор Пралич. Что-то дневое субботнее промые и телефонные линии проходят по всей краине со студеня 2015 года. За этот час на суви с Уладой вышли тысячи жахаров. Кожные пытания, эти проблемы не застались без уваги процедуков Улады. Здесь все было в канализационных стоках. И туда они выходили на подвал между сараями. Пройти было невозможно. А теперь, вот видите, все сухо. Месяц тому Весеблянка и Дзервоед потелефоновала на промую линию со старшинем Витебского Аблваконкама Миколаем Шарсневым. Проблема о таких на промых линиях большаясь коммунальная. На протягу некоторых месяцев у подвара пятиповерховки стояли лужины, прорвала канализационные трубы. Вонят, идет в подъезд, в квартире плесень. Оно периодически. Никто ни на что не обращает внимания. Была тут комиссия. Приехали. Перед комиссией взяли, засыпали этим самым опилками. Было это, месиво уже такая. Вода, опилки напитались. Нам все время отвечают, что у нас в подвале сухо. Куда не напишем, у нас в подвале сухо. Все-не все по-иншему. Неприемный пах у квартиры, вильгать и мошки застались у минулым. Специалистами заменены лежаки по подвалу. Дом дефектный. И также стояки и лежаки, которые собирают фекальные канализации и направляют в их колодцы. На данный момент проходят дожди, а также люди пользуются канализацией. Заявок не поступают. Периодически контролируем мы этот подвал. Но система исправна в рабочем состоянии. Средки на выражение проблемы выдадково у городских жрец. Специалисты заполнивают, что новые трубы дозволят забыть о проблеме годов это к на 40. Никогда не верила, что я дозвонюсь. Но я дозвонилась с первого раза. А во-вторых, это вообще настолько эффективно, что я была поражена, как это быстро все было сделано. И мне хочется верить, что впредь наши коммунальные дела будут решаться на месте. И не нужно будет нам беспокоить руководителей города. Субботние промылинии – это свой особливый индикатор реагования улады на проблемы ЖХРОВ. Однако, как показывая практика, большость вздымаемых пытаний, с которыми звертаются люди, могли бы решаться на месте, а не на узровне областной улады. Каждый должен заниматься своей справой. Виктор Пралевич и Кирилл Кайсберг, Новинный, Витебск. На Ускрайках Витебска стала яшина один сучастный гандлёвый объект «Больш». По улице 9-й социалистичной, что в районе дома-будовничьего комбината, после реконструкции отшинют дверы магазин «Веста». Площая гуповиаличилась, а ассортимент зараз не уступая крамаму центра. Одна из первых гандлёвых сеток Беларуси – «Веста» заужды, где нас устражет данием своих покупников. Упылнились жихары микрорайона и наши корреспонденты. Для жителей микрорайона на городской окраине современный магазин с широким ассортиментом «Неприхоть» – острая необходимость. А для одного из первых ритейлеров страны «Весты» – желание покупателей – закон. Если мы говорим «Веста», то подразумеваем «Веста». И если мы говорим «Веста», то понимаем, что это первомайский район города Витебска. Мне очень приятно, что вместе с открытием новых объектов, открытие этого объекта уже после реконструкции – это действительно серьёзный шаг в развитии, прежде всего, инфраструктуры микрорайонов ДСК. За коротких пять месяцев старый магазин изменился до неузнаваемости. Площадь стала больше сразу на 80 квадратных метров. А значит, товаров можно разместить больше и сформировать ассортимент, исходя из покупательских предпочтений. Для удобства хозяек появится цех по разделке мяса птицы. «Бедро, корочка, филе. Я думаю, что покупатели будут очень рады этому новшеству. И увеличится, естественно, у нас поток и покупателей». Торговая сеть «Веста» – это магазины шаговой доступности. Сюда люди приходят каждый день за самым необходимым. А значит, товар должен быть отменного качества и по разумной цене. Поэтому «Веста» выбирает надёжных отечественных производителей и радует покупателей акциями. «Магазин огромный, товар, соответственно, конечно, ну, просто шикарно, что можно сказать. Товара, конечно, очень много, ассортимент очень большой. Очень много, очень красиво сделано. Мы, в общем-то, довольны. Здесь всё есть. Вот, поэтому далеко не надо бегать. Поблизости у нас ничего нету подобного. В общем-то, мы рады, что дождались. Магазин сделан прилично. Коллектив мы знаем. Все устраивают, все хорошие, вежливые, внимательные. Заведующие очень отзывчивые. Даже если чего-то нет и попросишь, закажут и привезут. Намного расширился ассортимент промышленных товаров. И мы сделали, значит, в ассортиментную группу введены те товары, которые нужны людям, имеющим собственные частные дома и земельные участки, товары культурно-бытового назначения, чтобы люди могли пользоваться. Веста не стоит на месте. Несмотря на множество разных магазинов, витебский ритейлер остается самым востребованным. И сдавать позиции не собирается. Скоро яркое красное слово «Веста» загорится над магазинами в микрорайоне Билева-3 и поселке Тарном. Виктор Пралич и Сергей Котов. Новости Витебск. В области протягивается на рыхток корма устрал першего укосу. На сегодняшний день назапашено больше за 250 тысяч тонн кормовых одинок, что складая каля с 40% до плана. Скошена маль 2 трети площадь утра у спрояльные умовы на дворе дозволяют значно активизовать темпы работ. У господарок есть все мощности, завершить косовицу у оптимальные термины. У структуры назапашенных кормов перевожают у основанных сенаж и сено. Их на рахтованы 900 тысяч и 20 тысяч тонн отповедно. У неделю свой профессийный день означать медицинские работники. У сферы аховы здоровья в области заняты каля 40 тысяч человек. Сярод их и старшиня правления Ассоциации акушеров-гинекологов в Беларуси заслужены дейдш навоки профессор Сергей Занько. Об навуковой, выкладческой и международной деятельности в ученого Светлана Макаева. На кафедре акушерства и гинекологии экзаменационная пора. Хвалюющая и отказная. Студенты тримаются правоздачу перед выкладчиками. Сирот экзаменатора у загадчика кафедры профессор Сергей Занько. Сергей Миколаевич, разумея, хваливание студентов сам былый выпускник медуниверситета. Семьи педагогов, мать и народный наставник СССР, первый у адвокации нашей республики удостоен названия героя социалистичной працы. Батьки жадали, как сыны обрали медицину. Старый шабрат Сергей Занько став хирургом, по его следах пайшоу и молодши. Але под уплывом вядомого у нашей краине профессора на той час загадчика кафедры акушерства и гинекологии медуниверситета Миколая Лызикова, молодый хирург став акушером-гинекологом. Прытягвала самореализация макшымасти у гэта специализации. У 28 год Сергей Занько оборонил кандидатскую, у 38 – докторскую диссертацию. Его шматгранная дейность, садзначена орденом Скарыны, ему присвоено звание заслуженного дейша на боке Республики Беларусь. В Беларуси принята программа демографической безопасности, которая является президентской программой. В этой программе, наверное, как ни в одной стране мира, я отвечаю за свои слова, не заложено столько внимания обеспечения кадрового и материального охрана материнства и детства. Мы сегодня вышли на четвертое место в рейтинге Всемирной организации здравоохранения по принципиальным показателям службы. На этих местах никогда не был ни Советский Союз, и сегодня ни одна республика бывшего Советского Союза. Все немея в Ушунах и широкая вядома за межами краины. Сергей Миколаевич – член правления четырех международных ассоциаций акушеров-гинекологов и Европейской ассоциации контрацептивов. Головный редактор шасописа «Ахова материнства и детинства». Его профессионализм веды в опыт запотребованы. Сергей Николаевич – руководитель от Бога, так назовем. Это человек, который очень грамотно ведет коллектив по всему рабочему пути и даже в какой-то степени жизненному пути, потому что с какими бы просьбами когда-либо кто-либо из сотрудников кафедры лично меня обращался к Сергею Николаевичу, он всегда помогает их решить. Сергей Санько подрихтовал 9 кандидатов медицинских наук, 6 докторов, на подыходе еще 4 обороны. Это очень самодостаточный руководитель, который думает о перспективах развития кафедры. Он очень аккуратно, корректно сохранил все традиции многолетние на этой кафедре. Это одна из ведущих кафедр акушерства гинекологии в нашем университете. Его работа как заведующая кафедра уже можно оценить именно тем, что подготовка смены и подготовка высококвалифицированных научных кадров. Светлана Макаева, Кирилл Кайсберг, Новина, Витебск. На этом наш выпуск завершенный. Прогноз на двор я представляю компанию «Макдональдс». Гуляю веселись каждый день с «Хэппи Милл». Открой с друзьями из «Супер Марио» новые игры в твоем «Хэппи Милл». Уближайшие сутки по в области шагается пираменная воблачность. Ночью на большей части территории, днем местами краткочасовые дожди на вольнице. Ветер неустойливый 5-10 метров за секунду. При на вольницах порывы до 15-20 метров за секунду. Температура по ветру нашей плюс 13-18, днем 22-27 градусов выше и за ноль. У Витебска таксама пираменная воблачность. Ночью краткочасовые дожди, днем безыстотных опадку. Температура по ветру нашей плюс 16-18, днем каля 24-26 градусов тепла.